Дорогие друзья, мы рады вас видеть в этом историческом помещении дома-музея Ульяновых и Елизаровых, где сегодня состоится научно-практическая конференция «Теоретические и практические проблемы создания Советов». Конференция ежегодная. Организаторами конференции являются Красный университет Фонда Рабочей Академии и Ленинградский интернет-телевидение Ленру. Среди участников конференции ученые, которые развивают марксизм-ленинизм, профсоюзные, партийные, общественные деятели, а также активные и сознательные рабочие. Участие конференции в двух видах. Либо очное в виде выступления сегодня, ленарное заседание, и заочное в виде написания статей тезиса выступлений. По содержанию уже присланных материалов могу сказать, что в конференции как бы два блока будет. Первый – это история и теория вопроса создания, функционирования, развития советской власти. Второй вопрос – это условия предпосылки, создание Советов. Особенно вопрос актуален сегодня в нашей стране, поскольку именно еще при капитализме создаются Советы. Регламент выступления до 15 минут. Затем после конференции состоится свободная дискуссия на территории музея, в его помещениях. Я, пользуясь случаем, высказываю признательность всем тем товарищам, которые приняли участие в подготовке конференции. Также могу добавить, что освещение конференции будет проводиться Ленинградским интернет-телевидением Лен.ру, также на YouTube-каналах Фонда Рабочей Академии. Материалы конференции будут размещены в газете «Народная правда», и запись будет озвучиваться на красном радио. По итогам конференции планируется издать сборник тезисов выступлений участников конференции. Итак, по плану конференции у нас 9 выступающих. Первым заявлен Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии. Но в силу ряда обстоятельств он не сможет сегодня приехать, поэтому тезис его выступления озвучит Александр Сергеевич Козенов, доктор философских наук, профессор. Пожалуйста. Подготовиться Григорию Вячеславовичу Бобинову. Советы, как форма самоорганизации трудящихся. Советы, как выдающееся открытие рабочего класса России, как известно, взратилось в 1905 году в результате объективно обусловленного стремления бастующих рабочих Иванова и Зисенска к более высокому организационному единству в статичной борьбе за свои экономические интересы. Совет стал городским органом рабочего самоуправления, сформированным по представительству статичных комитетов Ивановских заводов, призванным успешно противостоять координирующим свои действия ивановским капиталистам. Ивановский совет продемонстрировал способность влиять на все городские дела, хотя поначалу и не рассматривался как орган не только экономической, но и политической борьбы. Начинание Ивановских рабочих стало быстро распространяться по всей стране. Следующий крупный шаг в развитии Советов уже, как органов политической борьбы, сделали рабочие Москвы. Московский совет рабочих руководил вооруженным восстанием, под воздействием которого появился первый в истории России орган буржуазного парламентаризма – Булылинская дума. Одновременно революционные события 1945 года послужили прологом генеральной репетиции Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, ставшей воистину Советской революцией. Советы же рабочих крестьян и их солдат стали политической формой диктатуры политориатов. Широкое распространение в 1917 году Советы получили сразу после февральской буржуазно-демократической революции, то есть еще при экономическом и политическом господстве буржуазии. И уже с 3 по 24 июня 1917 года, июня 1917 года, в Петрограде состоялся первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. На этом съезде Советов в его составе преобладали эсеры и меньшевики, что делало его и избранный на нем Всероссийский центральный исполнительный комитет бессильными придатками буржуазного временного правительства. Превращение же Советов в органы диктатуры политориата произошло благодаря правильной политике большевистской партии, возглавившей борьбу с корниловским мятежом и выразившей назревшие экономические и политические интересы рабочих, крестьян и солдат. Были осуществлены отзывы, дискредитирующие себя соглашательством с буржуазией эсеровско-меньшевистских депутатов и избранием Совета большевистских депутатов. Это позволило сделать принцип формирования Советов по представительству не от территориальных избирательных округов, а от коллективов производственных единиц. Соединение руководящей роли партии рабочего класса и советской формы социалистической демократии обеспечило победу Великой Октябрьской социалистической революции и успешное строительство социализма. Скрываясь в разливе от ищей их временного правительства и обдумывая при работе над книгой «Государство и революция» меры против заражения будущего пролетарского государства мелкобуржазными болезнями карьеризма и бюрократизма, Ленин учел опыт парижской коммуны и сделал необходимые выводы о необходимости партмаксимума, то есть оплаты чиновников на уровне среднего заработка рабочего и регулярные смены государственных чиновников путем выдвижения рабочих в государственный аппарат снизу, чтобы каждый на время становился бюрократом в кавычках, и поэтому никто не смог стать бюрократом. Становлению и развитию советской власти как координационной формы диктатуры бюрократа способствовало закреплению восьмым съездом РКПБ определяющего принципы избрания советов в программе большевистской партии, в которой подчеркивалось, что советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица – завод, фабрика. Данный принцип был закреплен инструкцией о выборах городских и сельских советов и о созыве съезда советов, утвержденный Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом декретом от 4 ноября 1926 года. Согласно этой инструкции, депутаты избираются на избирательных собраниях в производственных единицах, которые в любой момент могут их отозвать, даже в том случае, если депутат избран на съезд советов и далее в его исполнительный комитет. К сожалению, данная инструкция в противоречии с партийным программным принципом допускала избрание делегатам съезда советов и далее членам Центрального Исполнительного Комитета того, кто не избирался депутатом от какой-либо производственной единицы и, соответственно, отозвать его ни одна производственная единица не могла. Еще большим отступлением от программного принципа избрания депутатов от производственных единиц явился переход в 1936 году к характерному для буржуазного парламентаризма избрание депутатов по территориальным округам. В то же время выдвижение кандидатов коллективами производственных единиц сохранялось вплоть до гербачевских времен, когда произошло умышленное извращение и уничтожение и содержание и формы советской власти. Наступили буржуазные времена. Самое время поэтому вспомнить, что советы родились при феодальном строе, распространились при буржуазном строе как форма самоорганизации трудящихся и несут в себе потенциал решений не только экономических, но и политических вопросов. Так что самое время широко развернуть экономическую борьбу за принятие прогрессивных проектов коллективных договоров, используя для ее поддержки организации, создаваемые по представительству от забастовочных комитетов Советы. Спасибо, Александр Сергеевич. Вот предоставляется Григорию Вячеславовичу Бобинову, председателю секции скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза «Действия». Тема выступления – проблемы самоорганизации работников медицинской области. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Я представляю профсоюз «Действия», являюсь его активистом. И сейчас я конкретно с передовой, то есть мы сейчас проводим коллективные действия по заключению коллективного договора в моей организации. И хочу рассказать об этом опыте и поделиться как раз вот в рамках заданной темы. Скажу сразу, что проблем в медицине очень много, и по самоорганизации имени работников встает очень много препонов, вот я их здесь все выписал. Значит, первое – это то, что нас, медицинских работников, нигде не учат вот этому. То есть мы учимся в училищах, в школе, в институтах, но как самоорганизоваться и как вести борьбу за свои трудовые права – полный ноль. Второй момент – полная правовая безграмотность. То есть, кажется, в институте есть такой предмет, где как бы изучаем все, ну, хотя бы прочитать от начала до конца Трудовой кодус Российской Федерации, ну, или хотя бы 50 статей первых, которые просто поясняют, как бороться на рабочем месте за свои трудовые права, такого нету. Третье – это большая занятость, то есть нет свободного времени у медицинских работников, то есть я вот с этим столкнулся только что. Когда ты работаешь даже на ставку сутками, когда коллектив разрознен, когда большинство работает на полторы и больше, то получается, что именно свободного времени для реализации своего права на борьбу за свои трудовые права такого вообще практически не остается. Четвертое – это экономическое принуждение к преступлению медицинских работников. То есть большинство врачей, которые сейчас работают в больнице, их так или иначе можно привлечь к трем уголовным статьям нашего уголовного кодекса. Ну, сами понимаете, допустим, если вот есть врач, ну, если вы живете в определенном месте, вы знаете, сколько надо занести какому врачу, чтобы получить тот же больничный лист. Второй момент – это, допустим, это когда главный врач для того, чтобы медики как можно больше делали вот этих палочек, то есть услуг медицинских, ну, они берут там левые карточки, много-много, целые пачки, просто сидят и придумывают диагнозы и пишут, ну, что вот, например, это статья мошенничества. И когда активист обращается к такому доктору, что надо вести как-то по-другому борьбу за свои трудовые права, выясняется, что вот человек не будет, не хочет и знает, ну, и вот поэтому. Затем, пятое – это отвлечение активных людей в коллективе различной мишурой, ну, то есть, именно отвлечение от борьбы за свои коренные интересы. То есть, если есть какие-то активисты, хорошо создать, например, молодежный совет и напрячь их на футбол, баскетбол, какие-то турслеты, подготовление различных праздников интересных, на это уходит очень много времени и отвлекают от коренной борьбы. Шестое – это ожидание среднего и младшего медицинского персонала врачей, что вот они врачи, ну, то есть, у нас есть же все-таки иерархия, то есть, младший и средний медицинский персонал подчиняется врачам, от них ждут, что вот они начнут, как скажут, так и будет. Но в итоге врачи, о чем я сказал выше, это обладают своим грузом ответственности перед собой, перед семьей, перед законом, но и также есть такой момент у врачей, это то, что врачей мало в небольших населенных пунктах, те врачи, которые есть, они либо заведующие отделениями, либо хотят стать заведующими отделениями, либо пенсионеры, то есть, это вообще люди просто выпадают из какой-то борьбы, а младший медицинский персонал на них ориентируется, ну и вот происходит затык. И седьмое – это то, что это вещь всей нашей сейчас страны, это то, что кто-то придет, и кто-то за нас это все порешает. Ну и с чем сталкиваемся еще? Это полнейшее непонимание, что если ты вступаешь на борьбу, вот ты активист, и ты решил побороться, это то, что тебе нужна организация. Вот это вот у нас до сих пор мы не можем не привить, и людей, которые бы сказали, что да, мы сейчас создадим организацию на рабочем месте, она будет работать по таким-то принципам для вашей борьбы. А борьба в основном ожесточенная, и это происходит вот сейчас и здесь, то есть, допустим, я являюсь координатором профсоюза действия по Ленинградской области, есть у нас ладейное поле, там образовалась небольшая ячейка, ну как бы организация не получилась сложиться, именно как работать как организация, просто стал вот там человек-профсоюз, вот этот человек-профсоюз, некто Леонид Воронов, он водитель, они со своей ячейкой выдвинули обычные требования, это просто привести в нормальное состояние, техническое состояние те санитарные автомобили, которые есть в ладейном поле, то есть хотя бы, чтобы газы не шли выхлопные в салон, где оказывается помощь пациентам, хотя бы, чтобы работала коробка передач, хотя бы, чтобы отремонтировали тормоза, то есть вот такие там были скорые, на что с ним стал бороться целиком организация, это включая здравоохранение Ленинградской области, видимо, рекомендовали его все-таки уволить, а не восстанавливать автомобили, и человека уволили, еще ценится заключается в следующем, ну, во-первых, мы придумывали статей, по которым уволили, и второй момент, это он является с отцом шестерых детей. Сейчас, короче, вот я сейчас участвовал, ну, участвует у нас продолжается это все, то есть мы ведем сейчас активные действия, райздрав нашего района придумал следующим образом сократить активистов, ну, избавиться от активистов, они придумали от большой станции, в которой я сейчас нахожусь, просто отклеить одну машину, типа провести оргштатные мероприятия, на которые имеет право главный врач, и к этой, с этим сокращением этого автомобиля, одного из 11, избавиться от 15 активистов, которые возглавили совет трудового коллектива, который мы организовали у себя, соответственно, 15 активистов, первый список был я, то есть их даже не останавливали, что по закону невозможно меня уволить, потому что я являюсь отцом четверых детей, то есть это их совершенно не останавливает, цинизм полнейший, еще цинизм такой, смотрите, мне уведомление об сокращении вручали в день медицинского работника. То есть чувствуете, какая борьба, и им все равно, и вы должны понимать, все должны понимать, что мы конкретно должны организовать организацию, как, ну вот допустим, я самый яркий пример, это вот большевики, меньшевики, меньшевики называли большевиков всякими плохими словами, в том числе, что вы там типа военные и тому подобное, а большевики декларировали следующее, мы ведем борьбу, для борьбы нужна организация, а раз это борьба, раз это война, то мы должны быть именно по армейскому принципу. Поэтому у себя на, я долго продавливал эту тему, что нам надо создать организацию. Все бежали от создания профсоюза, потому что наш профсоюз действий, в котором я состою, он ассоциируется, то есть никто не понимает, что такое профсоюз действий, что такое профсоюз альянс, то есть это все, это какая-то политика и тому подобное, я предложил такую форму, как Совет Трудового Коллектива. Все на это согласились, у нас больше 80% вступили в Совет Трудового Коллектива. И вот эта вот организация за три месяца, мы уже получились ее сделать за три месяца до того вот этих активных событий, когда нас начали увольнять, и здесь вступает такой момент, как человек ресурсы, вот именно ресурсы организации. То есть у нас было примерно 20 очень активных активистов, они тратили часы на то, чтобы бороться, в итоге вот этот «Человек и час» проявилось настолько больше, что мы просто задавили эту администрацию хотя бы вот этой активностью «Человек и часов». Но здесь надо понимать, что вот эта организация, которая создается, она создается каким-то принципом, эти принципы должны обговориться в организации именно не так, что ну все, давайте создадим вот здесь вот в коридоре создадим профсоюз, давай подписывай вот этот протокол, все, мы профсоюз, побежали работать, так организация не работает, мы должны собраться, то есть мы собрались, посмотрели друг другу в глаза и определили те принципы, по которым мы были должны работать, то есть принцип здесь немного, но первое, мы проговорили кто как понимает этот принцип и второе, признаем мы это или не признаем эти принципы. Итак, принципы, на которых мы решили. Итак, безопасность членов организации, ну это понятно, в том числе и карантин членов организации, если ты вступаешь в нашу организацию и вступаешь в открытую именно борьбу, ты тут должен пройти не меньше 6 месяцев от момента того, как ты вступил в организацию и начал борьбу, потому что по трудовому кодусу Российской Федерации администрация может у тебя найти какое-то преступление там где-то там 5 месяцев назад, объявить тебе выговор, еще один выговор и до свидания, ты уже не борец своей организации. Второе, это то, что должен быть результат, то есть организация не ради организации, а именно организации, любое действие должно быть с каким-то результатом. Следующее, это профсоюзная дисциплина, то есть решили, что собрания проходят два, это очень важно, что они проходят там каждый месяц или каждую неделю, обязаны все быть по возможности просто и эти собрания, на этих очередь собраниях мы как бы консолидируемся и чувствуем плечо друг друга, ну и плюс решаем все, что нужно. Затем мы разделили коллективизм и солидарность, коллективизм у нас, это принцип коллективизма, это когда мы один за всех и все за одного, и если что-то мы решаем, все? Нет, опять нет. И если мы чего-то решаем, то соответственно мы решаем это все, солидарность это, мы все-таки разграничили солидарность это на другие организации, то есть когда мы организуем, у нас очень важны ресурсы своей организации, если мы не используем принцип солидарности, то ресурсы резко сокращаются, а сейчас у нас допустим в Санкт-Петербурге очень много организаций, которые могут нам помочь, вот это принцип солидарности и вот этот вот человек и сейчас, который часто не хватает человеку профсоюзу, когда знаете, есть человек в профсоюз, который всех тянет, ходит, какие-то взносы собирает, при этом организация говорит, ну что же, люди такие, все не такие, какие-то не такие, вот этот неуслышанный лозунг, это коллектив не тот. Вот до вот этих событий все тоже считали, что у нас не тот коллектив, оказывается есть коренные интересы, вокруг которых мы объединились и оказалось, что коллектив как раз тот. Затем у нас равенство в нашей организации, то есть каждый, вне зависимости от занимаемой, ну условной иерархии, в Совете Трудового Коллектива имеет право голоса, плюс он должен быть услышан, он может посещать любое собрание Совета Трудового Коллектива, выражать свое мнение, выставлять на голосование, вне зависимости состоит он в проф, ну вот этой ячейке, именно в администрации, так сказать, нашего Совета Трудового Коллектива, либо нет. И это обязательно, то есть Совет Трудового Коллектива должен слышать все мнения нашего коллектива, чтобы что-то не пропустить. Тем самым у нас, ну еще раз повторюсь, получилось организовать организацию, которая вступила в борьбу уже в организованных порядках, мы уже проводили собрания, мы понимали, что делать, мы наметили себе фронт работ, мы написали себе план, мы работали по восьми направлениям, по каждому направлению работало от трех до пяти человек, и вот это вот все позволило сделать так, что всех активистов оставили, сократили главного врача на данный момент и его зам. То есть мы на данный момент достигли промежуточной победы, нам более сейчас свободно дышать, но при этом с самого начала было поставлено цель. То есть цель любой организации, то есть, допустим, ее миссия – это улучшение условия труда для членов СТК, то есть для членов Совета Трудового Коллектива. Соответственно, у нас на данный момент написан коллективный договор, у нас написано отдельное соглашение из восьми пунктов, то есть основное – это вот эти восемь пунктов, но есть коллективный договор, то есть это вот цель, к которой мы стремимся. И на данный момент мы сейчас будем проводить собрание Совета Трудового Коллектива для того, чтобы либо провести конференцию, либо есть там такой маневр, то есть у нас есть еще профсоюз во всей организации, то есть ФНПРовский профсоюз, мы можем подать свои требования для изменения, есть там своя форма, свой метод изменения коллективного договора для того, чтобы учесть наши требования по СТК, их всего восемь. Надеюсь, что мы пойдем по более простому пути, но на данный момент коллектив, учитывая нашу организованность, уже готов так в том числе развернуть и борьбу за свои требования по Трудовому Кодексу Российской Федерации по тем 50 статьям, ну там 53 статьям, которые есть в самом начале. Еще мы открыли для себя вроде бы статья такая невзрачная, она какая-то последняя, это 53 статья Трудового Кодекса и опять же о тех же ресурсах. То есть мы поняли, что не обязательно создавать свои органы, подорганы, комиссии и тому подобное. Можно по 53 статье Трудового Кодекса участвовать представителям Совета Трудового Коллектива во всех комиссиях, которые уже созданы непосредственно на предприятии, но у меня в организации. Тем самым мы принимаем решения по актуальным вопросам именно для членов нашего отделения, для отделения СМП-52, тем самым едим меньше своих ресурсов и это все будет происходить быстрее. То есть мы по большому счету все время отказываемся от принятия своих решений по своим вещам. Но для понимания это, допустим, есть комиссия, ну допустим, по начислению премиальных за квартал за год, но представителей нет. Хотя не только Трудовой Кодекса Российской Федерации, но и министерские документы говорят, что там должны быть представители. Соответственно, мы об этом не знаем, нас там нет и решения принимают без нас. Решение в том числе, ну и основной, еще раз, ну это пример, ну и основной, какой у нас сейчас есть требование именно к администрации, чтобы закрепили, это то, что увольнение членов СТК только по согласованию с СТК. Все. Таким образом мы можем делать уже дальше двигаться, тем самым защищая всех членов своего СТК от произвола администрации. Поэтому, товарищи, надо организовываться. Есть успешные примеры борьбы, в том числе в профсоюзе действия общероссийском, поэтому предлагаю присоединяться к нашей борьбе. Спасибо. Слово предоставляется Александру Сергеевичу Козенову, доктору философских наук, профессору. Тема выступления – отпечатки коммунизма в современной России. Подготовиться к Юлькину Виктору Арканевичу. Да, видите, как получается. В советское время мы изучали отпечатки капитализма в коммунистическом обществе. Но, как теперь и в других вопросах, так и в этом, понимая, что изучали недостаточно упорно, недостаточно глубоко, недостаточно серьезно. И как-то так осталось с хрущевских времен. Отпечатки в сознании и поведении людей. Причем, значит, подразумевалось, что это вот у простых там людей, вот есть у нас еще кое-где порой пока вот такие несознательные люди, у них в их сознании и поведении есть вот эти отпечатки. А у начальства отпечатков нету. Они уже все, значит, у них хорошее сознание, хорошее поведение, они коммунисты и так далее. И вот сейчас, когда нас жизнь заставляет, бьет фейсом аптейбл, заставляет вдумываться, что же произошло и что делать, начинаешь немножко по-другому к этому относиться и воспринимать. И, значит, переосмысляешь вот этот весь материал и понимаешь, где были ошибки, где сохраняется существенное. Во всех вопросах. Один вопрос вот недавно только вот в этой книжке осветился. Вы помните, здесь товарищи, которые занимаются в университете рабочих корреспондентов, осенью получился неожиданный тест у меня. Там возник вопрос о цитате, как заканчивается цитата Маркса из критики годской программы, что, мол, государством переходного периода может быть не что иное, как… Неправильно. Вот я вынужден громаднейшему Виктору Аркадьевичу сказать, что это неправильно. А как правильно? Как у Маркса это сказано? По сути, так и сказано. Не так сказано. Не может быть ничем иным, как диктатура и бакуферия. Вот специальное исследование на эту тему. Почему? Потому что в той аудитории на рабочих корреспондентов выяснилось, что не знают. Вот теперь на нашей конференции выясняется, что не знают. И осенью я подумал, а как вообще потом-то это осмыслялось? Или последующие, товарищи… Революционная диктатура. Революционная диктатура. Это само собой разумеется. Да, совершенно верно. Я так и объясняю, что в 17-м году это само собой разумеется. Во-первых. Во-вторых. Дело в том, что октябрь 17-го года предшествовал февраль 17-го года. И тогда большевики говорили о революционной рабоче-крестьянской диктатуре, о революционной демократической диктатуре у Ленина. Поэтому, когда в октябре 17-го года уже революция идет, об этой революции и диктатуре патриарда говорить, что она революционная, как-то уже не имело смысла. Во-первых. Во-вторых. Как бы тень февраля, она бы воспроизводилась. Поэтому диктатуру патриарда само собой, что она революционная. Но революционная-то прошла в 37-м или не прошла? Не прошла. Как-то не прошла. Идет революция до сих пор. Ничего подобного. Идет уже контрреволюция прошла. А у вас еще революция идет. Эпоха революции. Значит, государство переходного периода, оно революционная диктатура патриарда. Заканчивается переходный период, заканчивается революционная диктатура патриарда. И начинается обычная диктатура патриарда. И нас... Нет. Вот прежде чем нас, еще одну вспомнишь только. Я начальство думаю, как начальство осмысляло, в том числе и Сталин. Я понял по его выступлению в 1939 году, на 18-м съезде, что Сталин уже тоже забыл об этом разделении. И там ему задали специальные вопросы. И он там немножко плывет по этому поводу. Я разъясняю здесь. В 1947 году в Варшаве, по-моему, проходило совещание Компартии социалистических стран. Только что закончилась война. Только что возникли европейские новые социалистические страны. Собралось руководство. Я думаю... Ну, сборник такой выпустили, выступление. Думаю, вот где, наверное, говорили о диктатуре патриарда и о революционной диктатуре патриарда. Товарищи Маленков и... Жданов. Жданов. Да. Они даже, значит, про диктатуру патриарда не вспомнили. Остальные выступающие, если вспомнили, то в критическом, значит, что вот, Венгерский забыл, товарищ, как выступал. Вот там были за диктатуру патриарда, начальники из себя стали изображать еще более крутых там, чем раньше и так далее. И то есть для них диктатура патриарда даже сама что-то нехорошее. А уж не говоря, там революционная диктатура патриарда. То есть в 47-м году сборник у нас изданный, там нету даже запаха революционной диктатуры патриарда. И, конечно, когда Кусенин с компанией вешал, из хрущевской компании вешал эту лапшу нашу на уши, то он просто подменил понятие. И потом в хрущевах докладывали, что диктатура патриарда, она выполнила свою историческую миссию. Никакую миссию она не выполнила. Историческую миссию выполнила революционная диктатура патриарда. Это не спор. Закончилась революция, закончился переходный период, и революционная диктатура патриарда закончилась. Но диктатура патриарда, как сущность социалистического советского государства, она осталась. И она должна действовать. Но эти мерзавцы совершили контрреволюционный переворот. О чем в этой книге подробно рассказывается. Хорошая книга. Это не хорошая. Это историческая книга. Вот, наконец, разъяснилось соотношение контрреволюционной диктатуры патриарда в прошлом и контрреволюционной диктатуры хрущевского периода. И теперь, скажем, в исследованиях, я думаю, серьезных партийств, вот, мимо этой книги теперь не пройдешь. Поэтому я считаю, что это вот такая просто выдающаяся книга. Вопрос номер два. Значит, Маркс в этой же критике и годской программе. Причем, вот закончил я эту статью, значит, размышляю. И посмотрел YouTube, выступает Михаил Васильевич. И говорит примерно то же самое, что вот остались отпечатки коммунизма. И я только что написал об отпечатках коммунизма. Я ему набираю посла, Игорь Михаил Васильевич. Вот я тоже над этой темой размышляю. Отпечатки коммунизма. У Ленина в государстве революции цитируются отпечатки. Значит, это общество выходит из капитализма. И сохраняет на себе, у Маркса сказано, родимые пятна капитализма. Но Ленин пишет, неродимые пятна капитализма, цитату это приводит, неродимые пятна, а переводит по-своему, по-своему, отпечатки. Причем, значит, я открываю 19 том, где у нас в собрании сочинения Маркса Энгельса, там родимые пятна. Ленин написал в 17-м году отпечатки, а эти мерзавцы в 61-м году переводят Маркса точно лингвистически, точно по-немецки, там по-немецки муттер-мален. Муттер-мать, мален, родимое пятно, родимые пятна капитализма у Маркса в подлиннике. Специально я нашел подлинник, посмотрел, муттер-мален. Но Ленин, как умный, грамотный человек, понимает, что вот в той запарке, во-первых, тема эта трудная, действительно, вот выходит, как, значит, вот это отразить, вот это, что последствия останутся предыдущие, что темы, некоторые вопросы старого общества сняты. Вот категория здесь становления-то работает в полной мере. Капитализм, он снят в коммунизме. Отрицаем. А, кстати, эту тему тоже много мы обсуждали на лекциях, как Бакунин носился со словом «снять в капитале Маркс капитализм». Можно выразить одной, коммунизм можно выразить одной фразой. Снятие частной собственности. Можно перевести уничтожить, можно перевести сохранить. Снять. А по-немецки, да, а у Хэммон снять. Мучился, мучился уничтожить, потому что будут умные люди, они догадаются, что там. Значит, так и здесь. И Ленин гениально выразил это, отпечатки такие. Причем у Марса родины мои пятна во множественном числе. В экономическом, политическом и у Марса сказано «гайст». Гайст. Гайст – это такой более широкий термин. Гайст – это дух вообще. Но высшая ступень духа – это понятие, мышление в понятиях. Поэтому переводят наше, значит, и в мышлении. Сохраняет пережитки старого общества. И вот здесь, значит, в теме советов, они тоже есть, эти пережитки общества. Я уж не говорю о том, что советы идут, Михаил Васильевич говорит, из феодального общества, а вообще они идут из рабовладельческого и из первобытного общейного совета. Скажем, в Древней Греции был совет Буле, совет царей. Но совет – это в чем их специфика? Во-первых, в том, что это советы рабочих, трудящихся впервые в мире. Вот трудящийся народ создал совет. Во-вторых, это советы, они названы были немножко неправильно. То есть, с одной стороны, это правильно в практической революционном смысле рабочих выдвинуть, тут показать вот эту линию. А с другой стороны, это советы не отдельных рабочих, а это советы рабочих как представителей трудовых коллективов или, значит, профсоюзов, или еще, если более точно выражать, общин. И, скажем, вот эта путаница, она в Парижской коммуне еще была. Что такое Парижская коммуна? Коммуна в переводе на русский язык – это община. Они и создали общину. А Парижская коммуна, то, что мыслится под Парижской коммуной, это на самом деле совет коммунный. Он и назывался, был там совет коммунный. То есть, создана община городская, и в ней совет, совет этой коммуны. Но название сохранилось, значит, коммуна, то есть, община, а не совет. Так и в Иваново-Вознесенске. Значит, под советом, в основании советов были коммуны производственные. Кстати, об этих коммунных производствах в 2009 году я в книжке подробно рассмотрел этот вопрос. Что были там общины такие, сякие. В 19 веке профсоюзы они создали производственную общину. Поэтому и в Иваново-Вознесенском совете, значит, были общины, а совет – это совет общин. И вообще, советы и пролетарские – это советы общин. Так как нам, тунеядцы, то ли по непониманию, то ли специально. Значит, ну, сначала-то народ создал и рабочий класс, а это рабочих депутатов. Потом советы депутатов трудящихся. Потом советы народных депутатов. И уже тут непонятно, депутат – это народ, а это рабочего класса или какого-то другого. И вот этот вот дух и рабочего, и дух, значит, общин производственных, то есть рабочего класса, он совершенно испарился, выигрывался, прошел. Да, это вот уже прошла хрущевщина. Значит, и даже на уровне, значит, идеологов, академиков, профессоров нам начали вешать лапшу на уши. Во-первых, переводить родимые отпечатки, все-таки немножко не в том ключе, вот не в ленинском Ленин, у Ленина развивающая мысль. Причем, так он остался висеть этот вопрос о родимых пятнах. Висел, 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 была дискуссия экономистов по этому поводу. Но пока Михаил Васильевич в книге 1986 года, значит, о противоречиях социализма, не разъяснил, что значит отпечаток. Отпечаток – это и значит отрицание коммунизма в нем самом. То есть, отрицание коммунизма в нем самом и несет отпечатки и на экономической, и на политической, и на умственной сфере. Во всем, в том числе и в советах. И вот меня в свое время долго мучил вопрос. Советы. Много было постановлений. Оживить советы. Значит, там ЦК, пленумы собирались, на съездах. Вот оживить советы. Что-то они не успели родиться, а все вроде затихали. Почему они затихали? Они затихали, потому что в них самих была вот эта борьба. Причем в некоторых советах, особенно там в Сибири, где-нибудь в глуши, там капиталисты, деляги, буржуи, крестьяне зажиточные проникли в эти советы, овладели этой формой. И даже не пожалели детей своих, зарезали мальчиков Морозовых, Павлика Морозова. И до сих пор нам некоторые мерзавцы объясняют, что вот этот мерзавец отца своего заложил, значит, красным. Поэтому правильно его убили герои. Вот докуда она идет, эта борьба. Вот докуда эти отпечатки проникают. На всех сферах жизни общества, на всех людях, начиная от Хрущева и Горбачева, и кончаешь, я не знаю, кем. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Это правильно. Если пелось, нету революции начала, нету революции конца. Да. Правильно. И во мне эти недостатки тоже есть. И тоже отпечатки есть. Но я с ними борюсь. Слово предоставляется Виктору Аркадьевичу Тюлькину, секретарю ЦК РФП. Тема доклада «Объективные основы организации советской власти». Подготовиться к товарищу Шарусову. Всем добрый день. Отпечатки коммунизма в сегодняшней капиталистической России – это мы с вами. Александр Сергеевич, его ученик Виктор Аркадьевич и так далее. Я думаю, что время так у нас попадает, очень символично обсуждение таких вопросов. Во-первых, год – столетие советской власти, Советского Союза. И дни, когда 31 год назад последние попытки были каких-то структур удержать ситуацию. В том виде, как они понимали – социалистическое, советское и прочее. Имеется в виду как отчипное событие. Ну и мы с вами обсуждаем вопрос не просто для того, чтобы высказать, что мы знаем о советах из истории. Или как мы понимаем отличие отпечатков от родимых пятен. Я, так сказать, и то, и другое воспринимаю. Мне все понятно и в Марксе, и в Ленину. Не переживаю по этому вопросу. А мы, наверное, рассматриваем вопросы для того, чтобы приложить карту к дороге и сделать какие-то выводы. А что это имеет, какое практическое значение для сегодняшнего дня. И для нас с вами, и для международного пролетарского и коммунистического движения. Я готовюсь к сегодняшнему дню, или так размышляя, думаю, что абсолютно верно Владимир Ильич отмечал, что в марксизме главное понимание и признание диктатуры пролетариата, это только тот может себя марксистом считать, кто это признает. И признает не только на губах, там дальше Владимир Ильич развивал, а практической работой на основании жизненных сегодняшних примеров пытается воплотить в жизнь. То, продолжая вот эту цепочку, вопрос о советах, или вопрос о способе реализации диктатуры пролетариата, он, наверное, сегодня является основным и чрезвычайно важным, не только для нас, а для многих коммунистов всего мира. Ну, мне вот, наверное, повезло так в судьбе. Я достаточно знаком с международным коммунистическим движением, много чего там встречался, видел, участвовал. Но даже потому, что мы с вами знаем и видим, наверное, каждому приходит в голову вопрос, а не закончится ли в некоторых странах это тем же, чем закончила КПСС. Ну, например, в тех странах, где, значит, многоукладная экономика, рыночные модели социализма, разные эксперименты и прочее. И вот вопрос встает в повестку дня, да? А как реализовать вот это самое теоретическое положение? Как должна осуществляться эта диктатура пролетариата? Потому что на этапах до того, ну, вроде все просто, все протестуют против сценок, которые занижают, против, так сказать, понижения уровня жизни, протестуют против, там, войны, протестуют, против чего угодно. На протесты он выходит, миллионные-миллионные армии, самая крупная забастовка, ну, примерно, которая зафиксирована, если не в книге Гиннесса, так сказать, в нашем сознании, в Индии, там они докладывают, 250 миллионов участвовало в забастовке, как. Сказалось бы, с такими-то силами, да, это, давай дальше-то. А как дальше? А что дальше? Так, это вот вопрос. Я уже приводил как-то вам примеры, и себе тоже всегда напоминаю, из жизни, что этот вопрос, вот как, он, ну, многих людей и, как бы сказать, лучших представителей волновал. Мне довелось или посчастливилось беседовать с Чавельсом, когда я был депутатом, так. И вот его рассказ, как он стал революционером и социалистом. Военный подполковник служил, так сказать, десантник, отличался, втянули в мятежные дела, участвовал в заговоре, посадили, сидел, потом выпустили, амнистировали, его нашли, уговорили, давай, поучаствуй в выборах там, о чем речь? Ну, надо так, просит ли не надо. И на этой волне его вдруг избрали. Избрали, а там закон такой, после избрания, там через много месяцев еще вступаешь в должность, тут же его снова по науськиванию америкосов в каталажку, в тюрьму. Ну, сидеть уже не привыкать. А народ выступает, а народ на улице, а народ бастует, требует. Дело плохо. Властям пришлось пойти навстречу, выпустим. И вот он рассказывает, понимаешь. Я, говорит, первый раз в жизни испугался. Я военный человек. Мне надо жизнь отдать. Я отдам, понимаешь. Я вот в атаку пойду. А тут испугался, потому что я вышел на улицу и вижу это море людей. Миллионы. И они все верят, что я знаю и могу, как изменить жизнь к лучшему. А я этого ни хрена не знаю. Понимаешь? И вот где от этого, что я не оправдаю, а они мне верят, мне стало страшно. А дальше известная история. Значит, его приглашают на Кубу. Летит ЦК, беседы. Сколько-то там недель или месяцев. И назад он уже возвращается с какими-то основами, с какими-то знаниями. Он из бунтаря превратился в социалиста уже. Там левого, правого до конца последовательного буржу. Это другой вопрос. Но уже с какими-то представлениями знаний. Поэтому вопрос, как это... Другой нам близкий пример. Многие, наверное, помнят несколько лет назад, когда еще военная операция не началась. Но военные действия велись между Донбассом и Украиной. Знаменитые телемосты комбрига Алексея Мозгового с бойцами Украины. Там это ВСУ. По скайпу. И на одном конце проводе, и на другом. Так вы за что воюете? А мы за народ. Так и мы за народ. Так и мы против олигархов. Так и мы против олигархов. Мы за настоящую народную власть. И мы за настоящую народную власть. Так может вместе повернем против олигархов и на Киев пойдем или дальше? То есть, стихийный момент народного понимания справедливости, он присутствовал не только у Мозгового, который был таким, знаешь, беспартийным коммунистом. И который говорил, что мы еще вопрос восстановления союза с повестки дня не снимаем. Ну, даже у тех ребят, которые воевали по ту сторону. А вопрос, а как реализовать эту настоящую, народную, справедливую, вот он остается открытым и как. Переходя к советам, Владимир Ильич в детской болезни и ливизны подчеркивал, что значение нашей революции в широком смысле, это пример там, показатель, да, лозунг, а в узком смысле это тот опыт, который необходим для изучения и во многих случаях для повторения, для обязательного повторения в других странах. И к этим факторам, аргументам в узком смысле относились и советы, понимаешь? Советы, которые отвечали с тем, что это власть не просто для трудящихся, да, в интересах трудящихся, это власть самих трудящихся, в этом изюмина, в этом, и вот в этом, в этой изюмины самые большие специалисты, мы с Сан Сергеевичем, которые посетили не единожды Ивановский музей Первого Совета, где он зародился, вот эту книжку я пущу по рукам, буклет, значит, прошу, Андрюха, проследить, чтобы вернулась в том числе с листовкой В Иваново провели конференцию по Совету. Молодцы. Молодцы. Значит, и вот еще раз маленький момент вот этой картинки, как в Иваново разворачивалось, потому что в этой маленькой картинке отражается вот сама суть явления. Вот я был в том музее, который еще был большой, при советской власти построенный, отличная там диорама, картинка есть. И у меня вопрос уже тогда был, слушай, как же так, 905-й год, ни микрофонов, ни усилителей, ни там этих громкоговорителей, а бастуют-то 70 тысяч, да, людей. И не только рабочие, там и почтари бастуют, и прачки бастуют, и кустари какие-то, и прислуга домашняя. Бурин, хозяин фабрики, в своих воспоминаниях пишет, дело дошло до того, что я вынужден сам себе чай кипятить. Ёлки-палки. И вот бастуют они. Забастовка дело веселое, они не по домам сидят, они все собираются на лугу, там реки Талка маленькая есть, заливной там луг, красная Талка. А как митинговать, мы 300 человек собираем или без мегафона не справляемся, а тут тысячи. Вот смотришь, мне уже бабушка, так сказать, экскурсовод рассказывала, ты посмотри, сынок, вот там вот это меланжевый комбинат, вот здесь фабрика Бурылина, смотри, собрались, они разбились на такие кружки. И получилось, что кружки по производственному принципу, понимаешь? А между ними ходят ораторы, хороших на руках несут, плохих шею гонят там это самое. И вот они использовали свою организованность в процессе труда для того, чтобы вырабатывать решения и управлять процессом как-то дальше. Они от каждого кружка избрали депутатов, рабочих, рабочих депутатов. Я думаю, название правильно соответствует, Александр Сергеевич. Совет рабочих депутатов. Потому что то, что депутат, оно уже отражает, что его избрали от какой-то социума общества или чего-то. Избрали первый Совет 150 человек. Женщин поменьше, 25 среди них было. А средний возраст 25 лет, 25 лет. А Совет как отработал? Вот сейчас думаешь, сумели бы, а там 25-летние милицию для охраны создали, продовольственную комиссию создали, адвокатская группа была, касса взаимопомощи была, снабжение организовали. Производственная комиссия, которая решала вопрос, выделить людей на производство работ там в типографии или в котельную, или не выделять. Если выделить, они работают, а заработок в общественную кассу поступают для того, чтобы его использовать дальше. Вот это первый совет рабочих депутатов и ребята капиталисты, которые умные, сразу почувствовали опасность и были готовы пойти на переговоры. Единственное условие было каждый хозяин с депутатом своей фабрики. А рабочие держались формулы? Нет. Все, все со всеми, все на всех. И в этом великий смысл, потому что по отдельности одним удовлетворят, третьих обманут, четвертых подкупят, раздробят и все. Когда все вместе держатся, это уже ближе к классовой позиции. И здесь как продолжение к выходу из регламента закроется. Да. Вот известный тезис, да, мы значит это самое хозяева на своей фабрике. И известное Владимир Ильича изречение, что величайшим искажением принципа социализма будет попытка узаконить свое право распоряжаться на фабрике конкретной заводе или что-то. Где тут правда, где среди? Вот смысл заключается в том, что советская власть сначала складывала весь этот потенциал, весь этот ум и делегировала на самый верх. То есть диктатура класса сверху дальше спускала вниз права. Вы будете делать кто-то, вы имеете такие-то полновущие, вы здесь. Это тоже очень-очень важно для понимания и для нашей борьбы сегодняшней как идет. В этом принципе, вот в этой объективной основе советов опора на организованность людей труда значит лежит и пояс дальнейших путей. Мы с вами должны все время смотреть где вот то объективное что сейчас можно реализовать. Очень большие надежды на интернет, да? Усмотри-ка там сайты которые 500 тысяч подписчиков лайков набирают там 100 тысяч в день. Ну а организуй-то их через эту штуку выведи на площадь или получится? Михаил Васильевич Апопова миллионы смотрит. Во! Смотрит хорошо. Когда понимать начнут хотя бы там это пока вот те которые тут понимают понимаешь? Главное еще и постараться. Да! я к чему? Все будет вертеться вот вокруг этого момента. Объективная организованность опора на организованность людей в процессе труда. И те кто сегодня в более сильных партиях чем мы например те же греческие товарищи и те которые в правящих китайские вьетнамские в КНДР они тоже должны прежде всего думать над этим вопросом. Потому что на каких-то периодах может диктатура пролетариата осуществляться и через диктатуру и партии и личности и другие там формы но смысл если это власть самих людей и для трудящихся оно лежит именно в этом чтобы найти способ реализации и пока наиболее адекватно известной организационной формы являются советами. Ну и чтобы закончить Владимир Ильич эту тему заканчивал как капитал сила есть международная и победить ее чтобы нужен международный союз рабочих трудящихся мы интернационалисты мы против всякой национальной розни всякой вражды всякой междоусобенности мы за единою всемирную советскую республику поэтому всем успехов в борьбе аплодисменты слово предоставляется Шабусу Константину Константиновичу консультанту в рабочей академии схема выступления о работе съездов советов Петроградской губернии в период начала гражданской войны республики уважаемые товарищи значит работа здесь дана работа или будет представлена работа двух съездов 5 и 6 съезда съездов советов Петроградской губернии в период начала гражданской войны вот 5 съезд советов Петроградской губернии проходил в сложной внутриполитической и международной обстановке 21-23 августа 1918 года когда страна готовилась к отражению агрессии Антанты вот учитывая эту обстановку 5 съезд советов Петроградской губернии постановил съезд вполне поддерживает общую линию союза коммун Северной области и Всероссийского Совета Российских комиссаров Советская Россия не хотела и не искала войны но англо-французские банкиры решили иначе вопреки воле английских и французских рабочих буржуазное правительство этих стран открыли против Советской Республики военные действия интервенты громили наши города расстреливали наших братьев захватывали наш хлеб хотели снова посадить царя восстановить свою власть нашествию иноземных капиталистов молодая Советская Республика дала решительный отпор рабочие крестьяне Россия активно выступили против царей и банкиров всех стран компартия выдвинула лозунг все для фронта все для победы Владимир Ленин призвал создать армию в один миллион бойцов откликаясь на эти призывы Пятый съезд постановляет поддержать всеми силами мобилизацию рабочих и крестьян Пятый съезд Петроградской губернии постановляет создать комитеты деревенской бедноты в которые должно входить все беднейшее и среднее крестьянство все кроме кулаков в каждой деревне и в каждом уездном городе привести коренную чистку контрреволюционных офицеров и белогвардейцев только братский союз рабочих и крестьян только железная власть трудящихся спасет нашу страну от гибели от новой войны от голодовки только такая власть упрочит социализм в нашей стране и поможет рабочим и крестьянам других стран скинуть иго капиталов пятый съезд постановляет Петроградской губернии призвать всех рабочих и крестьян к мобилизации из общего числа мобилизованных выделись контрреволюционное деревенское кулачество из которых должны быть составлены рабочие роты и продовольственное довольствование которое должно которое не должно превышать общей голодной нормы трудовое революционное крестьянство должно стать под ружье необходимо было мобилизовать лошадей для красной армии которые должны быть взяты у кулаков и лавочников кроме этого съезд постановил немедленно произвести по строгой ответственности регистрацию всего оружия по губернии и разоружить всех белогвардейцев и кулаков а также зарегистрировать всех офицеров очистить сельские и волостные советы от проникших в них кулаков выселить из имений тех оставшихся помещиков о которых есть сведения что они ведут пропаганду против советской власти воспитывать и укреплять полное доверие к рабочим продовольственных отрядов отправляемым правительством для организации питания городов кулаков образовать при каждом уездном комитете однообразцовую показательную коммуну на примере которой могли бы учиться все остальные коммуны и все население 5-й съезд петроградской губернии призывает к неотложной организации правильного лесного хозяйства губернии вменяет в обязанных всем местным советским организациям содействовать основному закону о лесах установить ответственность за нарушение основного закона о лесах перед лицом революционного трибунала съезд принял решение организовать контрольно-учетную комиссию для правильного планомерного проведения хлебной монополии установил заградительные отряды для борьбы со спекулянтами а также создал закупочные отделы в уездных советах для закупки и заготовки местного производства он постановил также признать деятельность комиссариата финансов вполне плодотворной и направленной к удовлетворению рабочего класса и неимущего крестьянства призналась финансовые отделы Саудепов органами подчиненными комиссариатам финансов и регулирующими все финансовое хозяйство призвал их всемирно способствовать проведению планов жить в пределах Петроградской губернии принял решение организовать в ближайшем будущем при комиссариате финансов особые финансовые курсы в целях обновления финансового и государственного аппарата одобрил выработанное комиссариатом финансового положения об организации податных органов в северной области и всемирно способствовать скорейшему его воплощению в жизнь примерно в той же экономической и политической обстановке проходил и шестой съезд Совета Петроградской губернии в Петербурге 2002-2002 4 января 1919 года съезд постановляет всем волосным Советом вести самую энергичную борьбу с дезертирами кучом беспощадных арестов вести розыск и ремонт военного имущества сдать властям все имущееся на руках оружие доставить в экстренном порядке в Петроград собранные у населения теплые вещи много внимания съезд уделил вопросам снабжения населения продовольствием особенно рабочего класса было решено установить повсеместно общую практику в снабжении хлебом беспомощных членов семей красноармейцев принять серьезные меры к розыску спрятанного картофеля и уделить петероградским рабочим большую часть при составлении СМЕД обращать внимание на расходную их сторону в расходах предусмотреть оплату членам волосного исполкома разрешить в смысле перехода всех старых отживших налогов и установление единого трудового прогрессивного подоходного налога с оброчных статей и государственных монополи много внимания было вделено сельскохозяйственному сектору съезд посчитал что необходимо способствовать организации сельскохозяйственных коммун широко прививать и организовывать общественную обработку земли всем на помощь должно прийти народное правительство деньгами и сельскохозяйственным орудием съезд постановляет немедленно и энергично приступить к столь важной для деревни работы с этой целью каждый волосной совет обязуется уполномочить одного надежного и опытного товарища для активного участия в общей дружной работе политического присвещения крестьян в деревне таким образом можно видеть кипучую дружную работу советов и главного губернии органов по организации всей работы по защите отечества по налаживанию хозяйственной жизни в городах и селах в конце работы съезд выдвинул вдохновляющие лозунги долой неосведомленность деревенского пролетариата да здравствует политическая сознательность каждого деревенского бедняка да здравствует сознательный трудящийся пролетариат все спасибо слово имеет Галко Виктор Иванович кандидат экономических наук тема экономические основы советской власти когда в прошлом году собрался оргкомитет конференции создали вопрос какую тему поднять как-то она сама вышла что надо обсудить рассмотреть поспорить по вопросу советской власти поскольку вопрос о власти как мы знаем это центральный вопрос всего раз центральный то и надо постоять во главу угла тем более скажем мы видим в истории период революции строительства и развития социализма на собственной основе мы с вами к сожалению прошли период контрреволюции и оказались в историческом плане в том периоде когда российский рабочий класс еще в условиях капитализма создавал советы как органы будущей власти вот своего выступления я бы хотел затронуть один аспект совет советы как органы власти это относится к сфере политической надстройки а если взять коммунизм в целом широко как общественно экономическую формацию то она предполагает единство базисных отношений и надстройки политические идеологические и так далее и любой грамотный марксист сидящий в зале сразу сходу скажет что экономические отношения производственные отношения являются определяющими то есть базисные отношения определяют настройку так-то оно и так а что происходит в ходе революции социалистической революции и строительства коммунизма то есть вот 25 октября российский рабочий класс совершил революцию установил диктатуру пролетариата установил советскую власть назначил правительство а как дальше то есть ведь коммунистических отношений еще нету скажем буржуазии которая совершила революцию скинула монархию европейские страны и россии было легче поскольку капиталистические производственные отношения они формируются еще в недрах феодализма а коммунистические производственные отношения при капитализме не формируются это общество известное положение марсистское что их надо строить скажем Владимир Ильич Ленин который рассматривал новейший этап развития капитализма его последний высшую последнюю стадию империализм монополистический капитализм унес уточнение что да что коммунистические отношения не возникают в недрах коммунизма но создаются какие-то его передовые формы которые новая власть может взять в качестве примера можно привести расчетную банковскую систему почту и так далее значит вот первая трудность с которой сталкивается столкнуться российский рабочий класс вот эти отношения надо строить но я должен немножко подвести философское основание скажем у Гегеля в науки логики есть раздел обоснованная мысль об абсолютной идее как единство единстве теоретической идеи и практической применительно к рассматриванию вопроса речь идет о том что передовой класс в данном случае рабочий класс познает идею коммунизма и занимается преобразующей деятельностью по созданию и развитию нового общества ну что нам показывает это первый вопрос первое положение второе как проходил этот процесс понятное дело он проходил противоречиво и мы видим и должны понимать позитивные стороны и негативные в этом опыте мы первым делом здесь уже звучала сегодня эта мысль известная о коммунизме что можно слисти к одной формуле как в переводе на русский язык это звучит уничтожение частной собственности но если мы возьмем позитивное изложение здесь идет о создании или установлении общественной собственности на средства производства что произошло в начале восемнадцатого года была проведена национализация и создан коммунистический уклад решающие средства производства были влеты в руки советской власти вот сегодня смотришь на некоторые высказания людей считающих себя левыми особенно из лагеря КПРФ которые говорят вот давайте мы сейчас проголосуйте за нас это первое мы возьмем большинство удовольствия мы проведем национализацию у нас будет так сказать государственная собственность на средства производства и вот пожалуйста вам социализм ну конечно здесь социализма никакого не будет потому что мы должны понимать что государственная собственность сегодняшних условий это что что она себя представляет это общая собственность господствующего класса капиталистов конечно и совсем другое дело когда власть в руках рабочего класса когда можно говорить что это общественная собственность но это только первый шаг вот создали коммунистические уклады решающие средства производства в руках рабочего класса этого мало надо эти средства производства чтобы они функционировали общественных интересов то есть их нужно объединить в общем едином план таким планом который бы преследовал и реализовывал цель социалистического производства напомню обеспечение полного благосостояния и всестороннего свободного развития всех членов общества и я немного отклоню в сторону вот есть замечательный документ вторая программа РКПБ написанная участие Ленина она есть в полном собрании сочинений иногда в силу необходимости перечитываешь и обращаешь на те моменты которые раньше как-то проскатывали вот в этой программе после того как дается определение ну скажем о чем я сейчас говорил сразу же идет такая мысль необходимые условия необходимые условия этой социальной революции а речь идет о том что заменив частную собственность на средства производства и обращение общественную и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой и вот сразу же следующая мысль что необходимые условия этой социальной революции составляет диктатура пролетариата вот о чем речь то здесь получается такое дилектическое единство с одной стороны экономические отношения определяющие но с другой стороны и Ленин обратил это внимание на это внимание что политика не может не иметь переноса над экономикой то есть сначала рабочий класс берет власть устанавливает диктатуру пролетариата советскую власть форму организации как организационную форму диктатуры пролетариата и затем приступает преобразованием строительства в дальнейшем к развитию коммунистического общества это второе третье вот смотришь историю здесь учебники покопался литературу научную периода СССР 60-70-е годы смотрю многочисленные высказания в интернете благо сейчас те кто угодно могут все что угодно выскать ну вот о государственной собственности о том что надо взять средства производства государственной собственности при строительстве социализма многие говорят о том что должен быть единый план тоже но это будет недостаточно ведь на какой основе должна функционировать социалистическое производство и это не может быть товарное производство которое составляет основу капиталистического производства и об этом писали и Марс и Энгельс и Ленин неоднократно это должно быть диаметрально противоположная форма производства товарной а именно непосредственно общественное производство но здесь получается такая разница в ходе строительства социализма в ходе переходного периода в ходе борьбы с оппозицией внутри партийной тогда большинством партий сталинским большинством были предприняты все необходимые меры чтобы вот это непосредственно общественное производство построить и чтобы оно дальше функционировало а дальше что произошло об этом тоже сегодня говорили и на уровне политической настройки когда отказались от выборов по производствам округам и в экономике то есть в базисе допустили коммунистическое непосредственно общественное производство допустили или дали зеленый свет существующему отрицательному моменту а именно моменту товарности если берем переходный период то он характеризуется борьбой коммунистического уклада нового нарождающегося со старым укладом товарным и капиталистическим одной фразой можно назвать эту борьбу кто кого либо коммунизм победит старые уклады и станет полновесным непосредственно общественным производством либо эти старые уклады победят коммунизм и произойдет откат назад а по окончании переходного периода ну да середина вторая половина 30-х годов все капиталистический уклад на задворках мелкотоварный уклад тоже коллективизация проведена коммунистический уклад то есть непосредственно общественное производство стало господствующим что никакой борьбы что теперь вроде как не нужно нет борьба идет и об этом Александр Сергеевич хорошо сказал она же идет внутри поскольку внутри коммунизма есть его собственное отрицание как отрицательный момент и внутри непосредственно общественное производство также идет борьба есть противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и моментом товарности, как отрицательным моментом в нем самом. И эта борьба будет идти уже до полного коммунизма. И что произошло в 60-е годы? Начало в политической сфере надстройки. Далее выкинули диктатуру пролетариата, фактически выкинули советскую власть. А в средние 60-е годы проявили так называемую экономическую реформу. Когда уже, я считаю, разрушили остатки непосредственно общественного производства. И начался переходный период, и был дан зеленый свет движению противоположной формации. Я заканчиваю. Подытожим, что опыт российского рабочего класса – это великое наше достояние. Но в этом опыте мы должны видеть как позитивные, так и негативные тенденции. Поскольку, я думаю, незагораемое время, когда российский рабочий класс возьмет власть в свои руки и станет задачей строительства нового общества. Спасибо за внимание. Рекомендации научно-практической конференции – теоретические и практические проблемы создания Совета. Как показала многолетняя практика исследований ученых Фонда рабочей академии по теме истории и теории Советов и Советской власти, открываются все новые, непонятные, непонятые раньше и основательно забытые теоретические открытия основоположников марсизма-ленинизма, без понимания которых невозможно эффективное и надежное строительство подлинной демократии. Советская демократия. С другой стороны, сегодняшняя практика борьбы за элементарные права и интересы людей труда показывает, что широкая масса трудящихся, даже рабочий класс, как основной объект капиталистической эксплуатации, не стремится пока активно включиться в борьбу за свои гражданские права и экономические интересы. В том числе их пассивных консервируется рядом так называемых левых партий и движений, которые сеют иллюзии буржуазной демократии и отвлекают работников от реальной борьбы, подменяя ее борьбой группировок на выборах в различные органы буржуазной власти. Но столетия выборов во всех странах показали, что на них побеждает тот класс, который организует эти выборы, то есть буржуази, и от того, что в них участвуют левые, в кавычках, дело не меняется и не изменится, победят богатые, то есть буржуази. Но главная тяжесть давящая на рабочий класс – это жестокая эксплуатация, длинный рабочий день при постоянной угрозе увольнения, невозможность полноценного воспроизводства своей рабочей силы и семьи, невостребованность высококвалифицированной рабочей силы, и потеря квалификации, перспектива болезни и допенсионной смерти при оптимизированной системе медицинской помощи, работы на двух работах или халтурах, в кавычках. Экономическая тяжесть дополняется духовной. Ложь и обман не позволяют уверенно ориентироваться при выборе вещей, продуктов, лидеров, ценностных констант. Духовный разрад в театрах, кино, эстраде, от которых страдают они сами и их семьи, уводит их от культуры в мир простых и примитивных форм жизни и отдыха. Жизнь обеспечивается и делается однообразной и неинтересной. Выживание ради выживания. И тем не менее, вырваться из этих бесчеловечных условий к жизни можно только через напряжение, через борьбу, через жертвы сегодня ради благополучной жизни завтра. Ведь военными жертвами опалены все окраины Советского Союза и сама Россия, втянутая теперь в военный конфликт, да еще с крупнейшей своей бывшей братской республикой. Так может, хватит военных жертв? Для этого рабочие и все трудящиеся должны активизировать борьбу за свои интересы на предприятиях, создавать профсоюзы, участвовать в действующих профсоюзах, заключать коллективные договора, создавать связи между профсоюзами различных предприятий. Спасибо. Прекрасно. Дорогие товарищи, у нас план выступления конференции исчерпан. Сейчас объявляется перерыв. Вы можете пройти и осмотреть помещение, территорию, поосуждать, подискутировать и пообщаться. А так мы планируем в следующем году, 3 суббота августа, провести очередную, ставшую традиционную научно-практическую конференцию. Так что следите за нашими сайтами. Продолжение следует... Продолжение следует...